Доброе время суток всем! Сейчас покажем вам наших собачек. Это две найденыши. Одна в 18-м году найденная, а другая в 20-м. Приблудившие собачки наши. Одна из них воришка. Вот эту собачку Бешкой зовут. Мы ее уже давно на себе посадили. И садили там ее, когда во дворе было тепло. Весна уже была позднее. Ближе к лету я уже даже и месяц-то не помню. Но, наверное, май это точно уже был. Мы ее посадили на цепь. Я ей сделал вон будочку. Там внутри пеноплексом у нее все тепленько. Против ветра туда поставили, чтобы не задувало. Но то, что здесь крыша, так у нее здесь крыша сваливается. Там у нее сухо. Я смотрел все время, где сырости нет. Все хорошо. А вот это вот у нас чума. Нюшка наша. Приблудились. Жена со ста дошла. Две вот такие собачоночки. Ее сестра еще была. Ее забрали. Вот приблудились и дошли до самого дома к нам. Вот жена подавала объявление на Авито. Что вроде как бы... Но они вообще прям шинята маленькие были. Чтобы может кто забрал. Ну и в перспективе того, что они могут уехать и их заберут. Я как-то даже и в мыслях не было что-то им гоношить будки. Либо что. Ну тут вот забрали. А это вот осталось она у нас. И так как мы-то люди не изверги. Мы животину-то свою всю любим. Ну куда же ее в зиму-то уже холода начались на цепь садить. Вот она у нас так без цепочки-то. Ну она во дворе, да, бывает выбегает за двор. Тут к соседям сходит. Там у них кобелечек тоже мирненький такой. Они с ним там поиграют. Мало того, что поиграет, так она еще наиграется. И вот-вот, вот склад обуви, который она перетаскала у соседа. А это точно у соседа? Может у всех соседей по деревне? Нет, у него. Вот. Вчера тоже с ним стояли, разговаривали. А они на Новый год. У него внучка, наверное, лет пять ей. Вот. Во дворе у них елки растут. Они во дворе две елочки нарядили с внучкой. Ну и вот. Это тут как раз подошла. Сидела-сидела, подошла к елочке. Давай ее разбирать игрушки. Ну вот воришка, воришка. Я же говорю, как сороки, все тащит норку к себе. Вот такие у нас собаки, да. Она не только, она и куколу притащила. Ну вот сейчас вот маленько потеплеет. Я думаю, в марте, как вот только уже по ночам холодно не будет. У нас вон есть место, где в сеннике вот здесь. Там за куток прям вообще отлично. Там не ветра, ничего, сухо, хорошо. Будем ее на цепь сажать. Потом уже будку есть в гоношу. Да, воришка? На, воришка. Вот. Это вот они вот так вот еще... Это они еще ревнуют. Подойдешь к одной, другая на ее накидывается. То одна одну дубасит, лишь бы к хозяину не подходили. Типа он мой. То другая. Но это не только обувь она таскает. Она таскает все. Муж дрова рубит, она полено у него таскает. И все несет бешке. Чтобы бешке скучно не было. Так вон, пожалуйста, кора лежит. Она ее стерла уже. Вот кора, которую она не дотащила до бешки. Это все бешке предназначалось. Да, она все... Ой, бедненькая. Да ты же на цепочке сидишь. Да я тебе сейчас принесу, что-нибудь натаскаю до игрушечек. Вот перчатку откуда-то стащила. Где взять вот эту? Банка консервная. Но это мы убираем периодически. У соседей щетку автомобильную стащили, что машины чистить. Это я вернусь. Но это муж унес. Я буду по голову будет унести. Муж как-то пришел, тут бутылка лежит из-под водки. То ли распивали, то ли притащила пустую. Сейчас там бешка бухнем с тобой, что бутылочку нашла принесу. Принесла. А она говорит, да ты что, дурочка маленькая, она же пустая. Они знают, что мы их любим. С бешкой мы ходили за грибами. Вот так она всю дорогу шла, меня обнявшись. И назад так же шли. Вот к ней хоть не подходи. Она сразу обнимет, и всю дорогу идет около тебя. В обнимку на задних ногах. На задних лапах. Оба ревнивые, обои. Вот тут вот убираем периодически. Ну вот что, ну в той неделе все убрал. Вот оно, на тебе, пожалуйста. Чего ты плачешь, Беш? Что? Да что, отвязать ее надо. Не надо ее отвязывать. Не надо. О, это вот катастрофа, да. Вот еще прошлый год. Прошлый, позапрошлый год, зима она уже привыкла, что это в этом году, вот у меня у нас снегоуборщик, та его облаивает. А то если скребками там, лопатами, если начинаю, она только услышит. А, еще даже до того, как услышится. Начинал снег чистить, еще потянул, лясем-трясем. Я ее отпускал, думаю, пусть побегает, пока снег чищу. Я тут на улице. Ну вот у ней что, уже снег выработался. Она уже привыкла, что только услышала, что лопата где-то по снегу ездит, значит скребочет. Все, ее надо уже отпускать. Она уже начинает нервничать, она уже и скулит, и воет, и пищит, и что только это... Отпусти, 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 отпусти. А тут на тебе, снегоуборщик. Она его терпеть не может. Она лаяла. Вот вчера, правда, чистил тут снег. Она уже как-то не так, а первое время прям всего облаила. А тут еще поворачиваешься, от него как дунуло, да в ее сторону, ну там выше чуть ли не крыши подпрыгнула. Снег-то в нее полетел. Что, блоки закусали? Я же вам осень утравила. Ну что, вообще-то мы чашки еще у них забираем, мы подошли чашки забрать. И зависли на собак. Да, ну вот тут вот это прям, ага, саконцент открывай. Детские ботики, да причем пара кроссовок принесли. Ну это, наверное, Юркиной дочери. А это вот внучкин один. Ну если один, значит скоро второй принесет. Да может и оттает второй где-нибудь. Да, Нюся? Нюся у нас воришка. И она понимает. Вот лежит этот бочиночек, я его только поднимаю, если она здесь, она такая типа, я тут ни при чем, уши поджала, и потихонечку, потихонечку и сматывается, как будто вот ни разу же их не бьет. Она на них смотрит, скажет, господи. Кто вот это сделал? Она прячется. Вот это, Нюся, кто сделал, а, Нюся? Вот это кто натаскал? Тебе не стыдно? Вот как нам соседям в глаза смотреть, что у нас собака воробка? Все понимает, что это ее относит, что она напакосил. Все, пошла. Ну ладно, всего доброго вам. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok